всем привет с вами канал Аймой принтер в том видео мы с вами разбирали наш samsung 1210 в этом будем собирать я вот собираю из двух принтеров так как в одном у меня не было запчастей один у нас видим какое состояние то есть он весь ржавый если бы не было ни второго принтера чтобы отелось от ржавчины я бы взял шкурку так же его потихоньку оттер то есть чтобы у него было состояние вот такое гладкое если вы желаете можете взять бесцветный лак какой для ногтей и помазать железку отмыли мы с вами нижнюю часть нашего принтера чтобы она была чистенькая отмыли вот эту изоляционную нашу пленочку не забудьте если у вас отлетела эта прокладочка то есть берем мы засовываем сюда все нашу прокладку поставили затем берем нашу схемку и ставим ее на свое место то есть подсовываем сюда поставили и закручиваем ее на 6 винтиков закрутили на 6 винтиков 1 2 3 4 5 и 6 одеваем наш провод от кнопки включения включения не забываем потом про нашу вот эту скобку берем нашу скобу и одеваем ее все защелкнули видим тут изоляционная лента она находится под нашим чипом так что если она у вас выглядит не забудьте ее поставить эта часть наша готова следующим шагом собираем наш корпус посмотрите на ваш управляющий видим запекший тонер то есть он так рукой не оттирается не дирается если у вас будет шишка здесь из тонера то у вас бумага будет в него цепляться и заминаться для того чтобы его очистить берем просто ацетон ватку макаем и тонер наш убирается то есть ничего сложного нет пластмасса он у вас сильно не разъест видим я на ваших глазах чищу видим какая ватка то есть вот на эти моменты тоже обращайте внимание потому что вроде все сделали все почистили а вот мелочь какую-то забыли сделать и все бумага как у вас зацеплялась и так и зацепляется сейчас ничего не то будем ставить наши направляющие видим здесь такие две направляющих они вставляются у нас вот сюда то есть вот так и делим ставим фиксирую берем два винтика все направляющие наш стоит теперь поставим датчик выхода бумаги из печки поставили и смажьте его я смазываю такой смазкой чтобы он хорошо функционирует не заедал потому что от него много зависит следующим шагом будем ставить наши светодиодную ленту я ее почистил здесь видим такие контакты у нас давайте посмотрим как они звонятся то есть наши контакты звонятся поставили мультиметр на прозвонку попробовали то есть контакт один контакт один он так один поставили на контакт два видим я задеваю и как бы здесь сигнала нет но если я начну его тереть он появляется то есть если у вас появилась такая ржавчина вы почистили я вам советую взять пропаять эти контакты и также лаком для ногтей покрасить если вы покрываете чем-то другим схемы можете написать в комментариях будет очень интересно услышать ваше мнение так давайте покажу как разбирается потому что лично я ее взял помыл стекло само то есть видим здесь такая защелочка достаем ее здесь тоже у нас вот защелки такие то есть вот эти защелочки мы отцепляем защелочку отцепляем и вот таким образом она у нас разбирается стекло можете вымыть хорошо вот эти контакты если у вас такая фигня же пропаяйте и покройте чем-нибудь чтобы у вас ржавчина не шла дальше видим здесь у нас на стекле такая пыль как бы грязь из-за этого надо и мыть вставляется на наоборот вначале вот этот угол поставили защелки зашелкнули и последний этап так она собирается надеюсь это понятно берем наш светодиодную линейку я сюда вставляю другую с другого принтера вставляем вначале наш провод и фиксируем нашу линейку следующим шагом будем ставить вот эти наши детальки ставятся они в таком положении резинки находятся вовнутри друг другу берем ее засовываем поставили поставили следующим шагом будем ставить наши бушинги обратите внимание какие чистенькие не должны быть не такие то есть пружинка видим у нас ржавая контакт плохой вал переноса изображения свою работу не выполняет из этой пружинки так что будьте внимательны металлическая пластиночка наша ставится вот сюда все поставили посмотрели чтобы у вас все стояло хорошо они вылезли собираем дальше следующим шагом будем ставить вал переноса изображения если у вас есть смазка смажьте его но если нету то придется вам без смазки ставить так поставили его теперь защёлкнули зафиксировали здесь чтобы он у вас вошел в ваши бушинги после чего будем ставить нашу металлическую железку в таком состоянии железку не ставьте почистите отмойте зашкурите только после этого можно поставить железка наша ставится вот этот уголок смотрит от нас поставили закручиваем пока один винтик закрутили один винтик затем разворачиваем берем нашу вот эту детальку и ставим на свое место если у вас здесь плохое состояние тоже почистите или сменяйте вообще если она ржавая отлетела так фиксируем и закручиваем на один винтик затем берем нашу вот эту детальку здесь стопор чтобы не попадала у нас вот эту деталь и вставляем ее защелкнули все после чего будем закручивать вот этот винтик все эта часть наша готова затем будем ставить подставку с нашими роликами протяжки датчик наличия бумаги то есть когда мы вставляем бумагу наша октопара открывается и происходит сигнал это датчик прохода бумаги бумага проходит октопара тоже открывается посмотрите его расположение внимательно то есть видим здесь зафиксирован он тоже и на пружинку вдруг она у нас слетит когда будете мыть видим здесь такая направляющая которая в свою очередь вставляется отсюда так ставим нашу ось засовываем на свое место датчик наличие бумаги маленько отогнуть надо будет и засунули попробовали работу всех датчиков если у вас еще исправно значит можете закручивать на два винтика закрутили два винтика не перетяните вот этот винтик если перетянете ваш датчик будет плохо работать еще раз попробуйте его работать берем нашу вот эту часть смазали тоже внутри все зафиксировали следующим шагом одеваем нашу шестеренку поставим нашу пружинку посмотрите внимание здесь в шестеренке есть такая выемка то есть узкая сторона сюда не лезет так что лезет широкая сторона так что ставим ее в таком положении затем надеваем надеваем нашу шестеренку и все зафиксировали работу ее посмотрели то есть взяли ролик нашу пальцем зажали и попробовали надеваем надеваем на свое место то есть ставим ее на свое место и наш провод засовываем как он был в таком положении попробовали ваши датчики чтобы у вас не входили в окна пара закрутили закрутили один винтик затем поставили нашу подставочку и закручиваем другой винтик следующим шагом ставим нашу вот эту схему видим здесь такая направляющая она будет входить вот сюда то есть мы берем подцепляем наши октопары и нашу светодиодную линейку зацепили толкаем поставили и закручиваем на один винтик чтобы этот провод нам не мешался возьмите его и засуньте туда вовнутрь теперь подключим наши все шлейфы по порядку вам только придется еще раз убрать эту штучку так просто ее сюда загнем посмотрите расположение вашего шлейфа который идет у нас блоку лазера дальше вставляем вот такой шлейф засовываем его вот сюда после чего вставим наш вот этот шлейф вставим то есть поставили видим затем засом его вот сюда фильтр наш ставится вот сюда как то по другому сделать я уже всяко попробовал мне не получается затем берем вот этот разъем вставляем его вот сюда вот как то вот так все должно у вас выглядеть затем ставим на свое место закручиваем на винтик и ставим нашу заглушку со стопором обратно после чего ставим датчик закрытия передней крышки и видим какой он должен быть ставим его так эту часть собрали сейчас будем собирать редуктор давайте посмотрим нашу шестереночку муфта еще у нас стоит то есть видим здесь из пружинки наша пружинка одевается сюда и в свою очередь она вставляется вот сюда то есть вот эта стеночка нашей пружинке не дает никуда уйти мы ставим на свое место и видим как бы наша муфта должна работать но есть одно но посмотрите как работает целиковая муфта то есть видим в этой целиковую муфту есть такие защелочки такой крепеж который не дает ей распасться и стопорит ее и не дает лишних движений у нашей же муфты они сломаны были не знаю может есть специалисты которые смогут сюда подпаять что-нибудь и сделать эти зубцы такие я таким не занимался не знаю это возможно или нет можете написать в комментариях присылать фотографию в группу вконтакте будет очень интересно следующим шагом надеваем наш ось куда крепится наш потом ролик захват одевается то есть берем ее сюда вставляем и одеваем наш муфт муфту тут видим как бы она полуось то есть вы по-другому ее поставить не сможете поставили зафиксировали затем берем наш соленоид видим я сюда наклеил изоленту чтобы она не липла наша верхняя часть к нижней части и у нас не было ошибки поставили наш соленоид на наше место и закручиваем на один винтик затем ставим вентилятор металлическая тут пластинка смотрит на нас поставили два провода убираем вверх чтоб пока не мешались затем будем надевать нашу вот сюда давайте посмотрим если она состоит то есть верхняя часть и нижняя часть видим здесь такие зубчики ставим ее на свое место затем ставим вот эту сережку попробовали все ощущается затем ставим наш редуктор это приподнимаем она входит в серединку так провод не поставили на свое место получается где у нас буква с тут идут простые такие винты а вот сюда вкручиваем винт по металлу и забудьте про сопротивление про это если бы откручивали закрутить его на место ну вот поставили наш редуктор два провода от соленоида черной и от вентилятора черный с красным засовываем сюда следующим шагом будем ставить нашу схему для начала поставим наш провод который идет на лампу нагрева нашу печку поставили так не забудьте засунуть сюда наш шлейф от моторчика затем вот эти направляющие поставьте в такое положение и подцепляем наш вентилятор и наш соленоид вот он желтый разъем у нас идет от моторчика подцепили его черный с красным у нас идет от вентилятора подцепим попозже и от соленоида черный то есть получается подцепили раз два три штуки затем цепляем наш второй провод после чего цепляем нашу схему вот этого провода подцепили аккуратненько все укладываем все поставили зафиксировали закрутили шесть винтиков раз два три четыре пять шесть затем ставим нашу металлическую пластинку поставили и закручиваем закручиваем вот такой винтик после сюда закручиваем два таких длинных винтика затем будем сувать наши контакты в свои места обратите внимание чтобы они у вас не были вот такие ржавые если такие ржавые их надо почистить то есть они должны быть блестящие контакты эти служат для картриджа то есть там для фото барабана для каратрона в общем чего есть электрическая картриджа поставили пять штук затем берем нашу схемку подцепляем к ней наш шлейф вот эти контакты должны соприкасаться с этими металлическими контактами так поставили ее и закручиваем на наши винтики закрутили раз два три четыре винтика следующим шагом будем ставить наши подставки для бушинов они одинаковые как вы их поставите разницы нету на смотрит на вас затем берем наши бушинги тоже одинаковые никакой разницы нет и ставим их на свое место тут видим как бы для пружинки у нас такая направляющая вот эта пружинка должна попасть туда на нее все поставили после чего вставим наш резиновый вал ну вот и пришла очередь до верхней части нашей печки давайте посмотрим с чего она состоит и как она разбирается вал протяжки бумаги тоже вал протяжки тефлоновый вал давайте снимем наш стефлоновый вал чтобы снять наш стефлонный вал надо открутитьιαка два винтика раз и два обратите внимание какие здесь винты скрутили наши два винтика когда открутили наши ΒНОВИНТИКИ обратите внимание здесь находятся такие Гахи 1 гаечка и два не потеряйте их то есть она вот здесь внутри Нашу лампу приподняли. С этой стороны приподняли. Вытаскиваем. Затем нашу лампу берем и вытаскиваем отсюда. Можете сразу ее посмотреть. Берем мультиметр. Ставим на прозвонку. Лампа целая. Теперь давайте с самого верха начнем разбирать нашу печку. Потому что если у вас есть необходимость заменить вот эту ось. Видимо она такая ржавенькая. Берем нашу шестеренку, отгибаем и тянем ее на себя. После того как вы сняли нашу шестеренку, берем нашу ось, тянем в бок и она легко выходит. После чего снимаем наши ролики эти. Их надо помыть, смазать. Посмотрите как они расположены у нас на таких металлических подставочках. Которые в свою очередь подпружинивают. Откручиваем нашу крышку. Также берем мультиметр и заводим его. Смотрим рабочий он или нет. Рабочий. Если он у вас не будет звонится, значит он у вас не исправен. Дальше отключим вот эти два винтика. Раз и два. Вот так и берем и поднимаем вверх. После чего мы можем снять наш ролик протяжки. Снимается он легко. То есть поднимаем здесь вверх и отсюда вытаскивается. Осталось позвонить у нас наш терморегулятор, который регулирует нашу температуру в печке. Поставили мультиметр на 2000к. Подцепили. Видим показывает 204. На каких-то показывает 215, на каких-то 204. Чтобы его почистить, некоторые люди говорят, что надо ноготочком или отверточкой. Я не рекомендую. Давайте возьмем ацетон и попробуем. Он хорошо очистит и не поцарапает ваш регулятор. То есть я взял обыкновенный ацетон, налил его в крышку. Сейчас будем чистить. Берем нашу ваточку и начинаем чистить. Видим. Все легко очищается. Потому что у меня был опыт раньше, когда я чистил ногтем или чем-то другим, он у меня ломался. Можете поставить озерочек, чтобы была пожестче подставочка. Следующим шагом будем чистить наш тефлонный вал. То есть ни в коем случае не берите что-нибудь острое. Не корябайте. Не надо. Также взяли ацетончик. И таким вот образом он у вас потихоньку снимется. То есть вся печка наша чистится ацетоном внутри. Ничего и не будет. У нее температура высокая. Пластмасса специальная. Ничего не разъез. И последний штрих. Вот на пальчиках я вам говорил. Налет. Видим. Вот из-за этого налета на делителе бумаги у вас и мнет бумагу. То есть вот из-за этого запекшего из-за тонера образуются такие следы на тефлонном валу. И мнет бумагу. Тоже берем вот так. Чистим. Все легко очищается. То есть если вы раз разберете и все хорошо почистите, принтер у вас будет работать долго. Давайте я вам покажу как вставить вот эта металлическая наша штучка. Если вдруг она вылетит. Видим. Ставим вначале в одну сторону. Потом в другую. То есть вот она расположена в таком положении. Затем вот этих два белых ролика смотрят на вас. Мы одеваем ее на пружинке. Затем приподнимаем. И всовываем в свой паз. И разворачиваем ее. И все. Вот она стоит в своем положении. Эти две направляющие ходят вот так. После чего видим здесь такие бугорки. И здесь такой бугорочек. Ставили. Надо чтобы одновременно здесь и здесь попали в эти разъемы. И наша ось вылезла. После чего надеваем нашу шестеренку. Вот и все. Эту часть мы собрали. После чего еще раз звоните в предохранитель. И наш датчик. Чтобы убедиться, что он целый. Когда почистили. Потому что были случаи, когда я собирал. А датчик потом был неисправен. Затем видим здесь такие защелочки. Две шкучки. Раз и два. Они ходят в этот паз и сюда. Все. Защелкнули. Закрутили на два винтика. Раз и два. После чего надеваем нашу крышку. Крышку одели. Закручиваем на винтик. Затем берем нашу ось. Суем вначале вот сюда. А затем защелкиваем вот здесь. Все. Прокрутили. Все вращается. Все крутится. Еще такой момент. Видим здесь. Я оттирал. То есть тонеры я оттер. А вот это покрытие. Тефлоновое. Оно запухло. Видать. Тут-то была двухсволка до этого. Или хотела. Получиться. Что такое двухсволка. Я снимал видео. Можете посмотреть. И то есть. Вот это царапать. Ничем не надо. Пусть так остается. По-хорошему. И область заменить на другой. На новой. Следующим шагом. Одеваем наши бушинги. Вот этот бушинг. Одеваем вот сюда. Вот этот бушинг. Одеваем вот сюда. То есть. Здесь видим такие наконечники. Которые мы нашим тефлоновым валом. Не дают выйти. Берем нашу шестеренку. Здесь такие. Видим. Две направляющие внутри. Ее засовываем сюда. Все поставили. Затем берем нашу лампу. И засовываем ее сюда. Вот это вот. Еще момент. Если у вас вылетит такая деталька. То есть. Вот эта деталька ставится вот сюда. Вот поставили ее сюда. Затем. Когда будете всувать ваш тефлонный вал. Отделители бумаги должны находиться на тефлонном валу. А не под ним. Чтобы наши пальчики нам не мешали. Я вот так вокруг оси обмотал проволочку за пальчик. Проволочку за пальчик. И вот таким способом. И их поднял. Наши бушинги располагаются. Видим. Здесь такие. Раз. Два. Вверху. Отверстие. То есть. Он будет вставать вот так. А этот бушинг у нас будет располагаться. Вот сюда. То есть. Вот эти направляющие. Входят сюда. А вот эта штучка. Идет вниз. Сейчас покажу просто. Так. И вот когда они встанут. Будут выглядеть вот так. И шевелиться не будут. Все поставили. Наш. Тефлонный вал на место. Теперь. Аккуратненько убираем нашу проволочку. То есть. Ее высовываем. И наши. Пальчики. Таким образом остаются. На тефлонном валу. Ну вот и все. Собрали нашу печку. Закрутили на два винтика. Попробовали работу. То есть. Покрутили шестеренку. Посмотрели все. Чтобы крутилось. Вращалось. Вот эти ничего. Не вылетали. Можем вставить на принтер. Поставили печку на свое место. Закрутили на два винтика. Вытащили наш провод. Подцепили его. Потом спрятали. Как он был. Чтобы не мешался. И закручиваем вот эти два провода. Закрутили два провода. Обратите внимание. Подпровода здесь два версия. Специально. Затем берем площадочку. И ставим на свое место. Не забудьте о двух пружинах. Поставили. Затем берем вот эту детальку. Защелкаем вниз. И ставим на свое место. Поставили. Зафиксировали. Затем берем наш толкатель бумаги. То есть засовываем сначала вот эту сторону. Потом ставим. Зашла эта сторона. После чего пружинку нашу опускаем вниз. И все. Он у нас зафиксировался. Затем будем ставить наш ролик захвата на наше место. Подцепили его на длинные винтики. Шайбами. Обратите внимание. Здесь такая вот выемка есть. Вот эта выемка. То есть на оси у нас здесь выпуклась. Вот она будет попадать сюда. Настроили как надо было. Лучше не поставить вот так. Лежа. Все. Полик захвата поставили. Таким вот способом. Нашу площадку фиксируем. На свое место. Зафиксировали. Видите как все стоит. Закрутили 4 винтика. Раз. Два. Три. Четыре. Сюда не забыли поставить металлическую. Нашу разведающую пластинку. И ставим блок лазера. Поставили наш блок лазера. Закрутили. Раз. Два. Три. Винта. Шлейф засунули сюда. И шлейф сюда. Следующим шагом поставим нашу одну петлю. То есть берем. Ставим ее сюда. Провод. Пропускаем сюда. Затем винт вкручиваем сюда. Один. Следующий винт. Закручиваем нашу защитную пластинку. Эта петля готова. Затем ставим эту петлю. Одеваем нашу переднюю крышку. И закручиваем ее. Закрутили на два винтика. Затем берем нашу панель управления. Зацепляем наш шлейф. Зацепили. И ставим его на свое место. Поставили нашу панель управления. Закрутили. Раз. Два. Три. Винтика. Затем ставим нашу вот эту деталь. Поставили сюда. Все. 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 все поставили зафиксировали после чего накидываем вот эту здесь такие защелочки и здесь всовывается вот сюда то есть видимо она ставится выше вот этой нашей каемки и закручиваем на 2 винтика после чего наш этот винтик откручиваем и ставим в таком положении после чего берем наш лоток и засовываем на свое место обратите внимание чтобы не пометить вашу пленку затем ставим боковой крышки поставили вторую боковую крышку затем ставим нашу верхнюю крышку вот так заводим маленькой и ставим закрутили на два винтика раз и два после чего берем нашу заднюю крышку фиксируем ее пока закручиваем не буду надо попробовать работу принтера засунули картридж закрываем нашу крышку включаем питание печатаем тест-лис тут написано чтобы напечатать тест-лис нажмите и удерживайте в течение двух секунд раз два не печатает давайте попробуем пять раз два три четыре пять вот принтер работает неисправно печатает хорошо на этом все я заканчиваю свое видео с вами был канал я мой принтер если вам понравилось это видео не забываем ставить лайк подписываться на канал